Поддержка интеллектуальных способностей учащихся, создание условий для формирования мотивации к участию в Олимпиадах, пропаганда успешных примеров лидерства, одаренности, креативности и патриотизма юных дарований. В рамках празднования Дня защиты детей в арт-центре Кызылжар состоялась встреча победителей Республиканской Олимпиады по общеобразовательным предметам и Республиканского конкурса научных проектов среди учеников 9-11 классов. Тему продолжит Илья Кудряков. Республиканская Олимпиада по общеобразовательным предметам проходила в Шемкенте с 19 по 25 марта. С каждым годом все больше школьников принимают участие в Олимпиадах разного уровня. Сегодня на этой площадке собрались все призеры и победители республиканского первенства из нашего региона. Перед церемонией награждения каждый желающий мог задать вопросы руководителю управления образования и получить на них ответы. Мы видим прогресс, тенденцию, что большее количество детей участвует в Олимпиадном движении, в предметных Олимпиадах, в конкурсах научных проектов по интересам. Сейчас вообще в целом расширяется по республике, в том числе по нашей области, скажем, пул тех соревнований, конкурсов, которые дети по своим интересам могут участвовать. Это и спортивные мероприятия, это связано с научными проектами, с исследовательской деятельностью, с предметными знаниями, какие-то развития, какие-то творческие способности детей. То есть мы на все это обращаем внимание, потому что мы понимаем, что самое главное – это комплексное всестороннее развитие каждого ребенка. Милана Гатагажева и Алжас Серик вместе участвовали на республиканской Олимпиаде по предмету географии. Конкуренция была достойной, отмечают школьники. Но усердная подготовка и вера в свои знания помогли ребятам занять призовые места. Милана участвует уже три года подряд. За плечами имеет как первое, так и второе и третье места. А вот Алжас решил испытать свои силы впервые и не прогадал. Занял второе место. Географию я изучал еще с детства, еще с детских времен, когда мне было еще пять лет. И выбрал я географию, потому что она развивает глобальное мышление. Человек, изучающий географию, мыслит глобально. Он смотрит на проблему и видит в ней корень и находит решение проблемы легко и быстро. Я занял второе место в Республиканской Олимпиаде по предмету географии. Получил грант на обучение по Владарскому государственному университету имени Султана Махмуда Турайгарова. Я участвую в Олимпиаде третий год подряд. И с самого начала у меня сразу получилось первое место. Я, честно, не ожидала, но упорный труд моего учителя и меня дал свои результаты. В прошлом году я заняла второе место, и в этом году третье. Так как предыдущие два года проходили в онлайн-режиме, было гораздо проще. И мне казалось, что даже задания были полегче. Но, возможно, это связано с тем, что 9-й и 10-й класс – это, в принципе, программа легкая. Относительно 11-го. В этом году проходила в городе Шамкент Олимпиада. И на фоне эмоционального стресса было гораздо сложнее. Именно вот как я ощущала себя. Но это безумно запоминающее событие, и я горжусь своими результатами, безусловно. Помимо грамот и медалей соответствующих степеней, ребята получили денежные сертификаты на 175 и 50 тысяч тенге в зависимости от занятого места. Такое стимулирование идёт на пользу школьникам, отметили в Управлении образования. Илья Кудряков, Владимир Нуржанов, Служба новостей.